Матрос-спасатель В аквапарке не будет травматизма, а если что-то случится, то мы сможем быстро отреагировать и спасить человека. Для меня, как для директора аквапарка, это вопрос номер один. Вопрос безопасности посетителей аквапарка. Ценовая политика была проанализирована и извешена очень четко. То есть мы ориентировались на покупательскую способность населения, на цены в соседних аквапарках. Сравнивали стоимость билета в кино в Екатеринбурге, в Оренбурге, в Уфе, чтобы понять динамику спроса на сферу услуг. В общем, встаешь сюда, спиной к стенке, руки скрещиваешь и под тобой открывается пол. Ты в свободном падении пролетаешь через наше помещение кухни, через цеха, через улицу. Там делаешь петлю и приводняешься. То есть за скоростью 60 км в час за 3 секунды пролетаешь и приводишься. Не понимаешь, где ты оказался. В каждой горке стоит по одному спасателю, производит инструктаж. И они видят на экране, приводнился ли предыдущий посетитель, вышел ли он спокоен, чтобы не запустить следующего. Стоят светофоры, разрешающие или запрещающие. То есть в плане безопасности то, что в аквапарках бывает, что одного за другим отправляют. Такого не будет. Днем здесь работает 250-270 человек. Здесь такой грохот муравейник стоит, что все идут к дедлайнам. Днем здесь работает.